Мне многие подписчики, ну как, не прям многие, прям еб***ь, некоторые подписчики не так давно схидывали мне какую-то информацию, что якобы Мизулина скоро сделает про меня пост в своём ТГ. На каком основании, непонятно, конечно, но якобы ей донесли, там начали доносить, что я тут дискредитирую армию РФ. И заказка, да, кому не п***ь, господи, Егор Крид стримит казино, и чё? Он суд выиграл против Мизулины, касаемо казино, чё за бред? Нет, там типа вот эта вся штука, армия, армия, короче, понимаете? В этом типа проблема, и чё-то пока уже две недели прошло, по-моему. Зачем ты дискредитируешь? Я не знаю, ну, я не знаю. Ну там как бы, знаете, в чём смысл? Смысл-то в чём? Смысл там в том, кто-то ей писал, а она отвечала, что мной уже занимаются. Типа проверка проходит. Ну, наверное, наверное, да. Я не известно. Ну вот, типа меня уже проверяют, но две недели прошло, видимо, проверили и ничего не нашли. Да носчики сосите хуй, да носчики сосите хуй. Стоп, стоп, досмотри до конца. Что лучше, взять CSGO Prime за 1000 рублей в Steam или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешёвые аккаунты по любым играм. Ребята, у меня хорошие новости. У меня прекрасные новости. Функцию оплаты через SPB, блядь, убрали во вкладку оплата банковской карты, оплата в приложении банка. Можно было её ещё засунуть глубже? Оплата, 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 оплата. Вот прям закопать её, хуй, настолько, чтобы люди там, не знаю, делали 20 кликов, прежде чем туда, соответственно, добраться до этого момента и, соответственно, купить подписку. Я не знаю, может они её прячут от Байдена, чтобы Байден там не нашёл её, чтобы санкции не вёл. Потому что Байден пока там закликает всё, он уже, я не знаю, пальцы отвалятся. Они от Байдена подальше её спрятали поглубже, чтобы не нашли, короче говоря, от лишних глаз, короче, да. Вот. Ну, что я могу сказать? Значит, всё хорошо, значит, можем покупать подписки из России. Это круто, это классно. Гойда, как говорится, буду очень благодарен, если вы это сделаете. Потому что у меня сейчас сапчат работает для платных подписчиков ТГ, приватный чат, приватный канал, я туда много чего укладываю. Вчера мы с подписчиками платными в магазин продуктовый сходили, вот, скоро будет там стрим приватный в этом ТГ-канале. Вот, реально. А нахуй ужин, вот я тебе только что рассказал, нахуй ужин. Чел, тебе ни один стример не даст таких привилегий, блядь, за платную подписку здесь. Понимаешь, ты можешь у кого угодно покупать платные подписки, но ты ничего там не получишь, кроме смайлика в чате. Ни у кого. Нет. Братишкин, где, блядь, нету братишкина такого, чё вы мне рассказываете? У него немного другой формат, у него Патреон, по-моему, или что-то в этом плане. Или нет? И там не за подписки с Твича у него всё это идёт, вроде как. Патриот? Бусти? Ну. А при чём тут вообще платные подписки на Твиче? У него приватка. Так, ну у него приватка за деньги в ТГ, а не за деньги с Твича. Правильно же? Правильно, блядь. Ему зачем эти подписки на Твиче? Он же даже деньги не получает, выплаты ему не приходят. А мне приходят. У Баёвл уже как три года такое есть. Ну, у неё украинский паспорт, если я не ошибаюсь. Поэтому она выплаты из Твича получает. И она может такое, конечно, себе позволить. Ну, окей, предположим, у Баёвл. Ну и... Ну и... Так что давайте, ребята, не будем тут это самое... Рассказывать мне про других стримеров. Они все неблагодарны, а я благодарный. Я для подписчиков всё это делаю. Спокойно можно оплачивать картой Мир. О, да ладно. Я только что купил подарочную подписку. Да ладно, даже карты Мир. Вот это нихуя себе, блядь. Вот это нормально. Монстроль дал реакцию по поводу того, что Васильев отправил машину на фронт на деньги Мэла. Что, думаешь, это Васильева? Блядь. Ничего вообще. Я не знаю, такую хуйню комментировать, блядь. Ну вот и всё, собственно говоря. Такую хуйню он комментировать не особо. Желает и правильно. Наш. А что там этот, кстати, блядь, вот эта вот анальная какашка, нахуй? Со своими зубами бегает? Что у него там? Зубов, похоже, не будет? Короче, понятно, сейчас прожрет нахуй все бабки оставшиеся, ебать. А кому интересно, да, почему я на такси, а не на своей машине? Да, бля, все, короче, чел получил бабки, блядь, зажил нормально. Потому что моя машина сейчас стоит на ремонте, там этот, блядь, вентилятор, блядь, вы ебывается, поняли? Не охлаждает радиатор, вот, я машину туда загнал, ну и пока, ебай, вот так вот, нахуй. Ну, ебай, понятно, ебай. Ебай, супчика ебанул, нахуй, аж ебай. Ебай. Ожил, нахуй. Сейчас еще картошечку принесут, ебай, с мясом, нахуй. Ну, картошечка, ебать, с мясом, ебать, ебать, это нормально, ебать, это ебать. Реально, ебать. Не, ну, ебать, нахуй, ебать, это, чел, ебать, короче, ебать, начал ебать по ресторанам, ебать, по такси, ебать, кататься, ебать. Вот, ебать, как бы, ебать, понять, ебать, можно, блядь, ебать, как бы, ебать, вот, ебать. Ну, ебать, когда четыре ляма, ебать, тебе на голову, ебать, блядь, ебать, ну, типа, сваливаются, ебать. То, как бы, ебать, хочется, ебать, сразу, ебать, погулять, ебать. Сами, ебать, понимаете, ебать, да, ебать? Вот ебать, только ебать, проблема ебать, что ебать, эти ебать деньги, ебать, могут ебать, как бы, ебать, очень ебать, быстро ебать закончится, ебать, что ебать, ты ебать, даже ебать, не заметишь, ебать. А, ну, ебать, как без этого, ебать. И ебать, останешься, ебать, без ебать, зубов, ебать. Надо же обязательно ебать пивком и шлифонуть. Ой, ебать, еще ебать пивку, ебать. Не, ну, ебать, тут ебать, как бы ебать, вообще ебать, пиздец, ебать. О, я представляю, как же Хесу стрим, придётся всё это цензурить Ебать, вот ебать Соболезную Просто там, а, ладно Пивко на месте, нахуй Не, сейчас, я говорю, его сейчас разнесёт Жёстко, он ебать Каждень ебать будет, ебать Вот это вот всё делать, я говорю, деньги быстро Закончатся, и Минус зубы опять, ну да Амсори, ребят, за мат, амсори Амсори, амсори Объясните мне, пожалуйста, я вот просто в Таиланде Никогда не был С 1 мая туристы из России смогут Гостить в Таиланде до 60 дней без визы Окей, а до этого чё было, блядь Мне казалось, там всегда без виз был Чё с Таиландом, я не понял, было 90 дней Стало 60, то есть они сократили, чё за шо Чё за фигня Я не понял, не, мне как бы похуй Я туда не собирался, но так или иначе, чё это А, там было 30 дней Без виз, плюс этот по запросу ещё 30 Ааа, наоборот, больше сделали Ааа, ладно, ладно, ладно Обстановка в Европе после запрета на выдачу загранпаспортов Мужчина признанного возраста в Украине А это в консульствах, видимо, Европы, да? Вы заплатите деньги и вас кинут Вы будете стоять вот так, как мы И вам будут говорить, что вам не кинжили долг А кто не получит? Чё вы сразу этого не говорите? Чё, бунт? Не выдают документы, да? Этот маленький Четырнадцатый А шо у вас тут происходит-то, я не понимаю Ничего А вот, ну ладно, решай нас Они решат Все получить Женщик Вы не переживаете Кожор odds Вы не переживаете Вы не переживаете Вы не переживаете Сжор Защит� Всё мы ждем Без вifie ЭтоNone Даже полиция только Придет Чёена Стоит Пока решают Я не могу осуждаю хех, ебать жёстко я срю дохуя людей, которые не успели получить свои документы, как я понимаю, да? вот ещё тут вроде как что-то приехала полиция в паспортный сервис в Варшаву ну и что вы думаете, они ничего не сделали поговорили, развели руками и вон всё пошли в сторонку, стоят, ничего не могут сделать уже работники пришли окей, то же самое 300 украинских мужчин заблокировали паспортный сервис в Варшаве и требуют выдать им паспорта вчера все консульства Украины временно приостановили указание консульских услуг для граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет скоро будет суперход от России начнётся раздача русских паспортов в посольствах тогда и начнётся возня вот не знаю, на самом деле не знаю а чё и нет, могут, кстати, реально без призыва причём могут, могут, кстати нихуя-то идею, кстати, подкинул, да надеюсь, меня из Госдумы никто не смотрит сейчас а то вот такие о, реально а чё такое можно, блядь суд продлил заключение под стражей Елене Бленновской ещё на 3 месяца а чё с ебалом чё с лицом бля, реально чё с лицом блинов переело, что ли иди в армию, сука, за Россию у тебя чего, блядь за что? за то, что ты о, ёп о, осуждаю, что там ты за Россию вообще? я за Россию ты сучка, ебаная ты сучка ты сучка ты сучка сучка ебаная у тебя ты, сука, против войны у тебя, блядь, этот как его жетончик вон там, блядь, да? ну, это как его это пиздец какой-то ты понимаешь? пистолет не настоящий это зажигалка, если что да, да, да есть такие зажигалки в виде пистолета поэтому не переживайте ты, гандон, ебаный из гравировки мы вас скоро будем ебать ебать ебать, ебать, ебать из гравировки господи боже да мерзи что ты за лупа, ебаная антивоенное движение что ты за лупа, ебаная это он не в него выстрелил нет понял, сучка? ты пошел ты нахуй вообще, блядь, животное блядь, это пиздец какой-то это где вообще? Иваново? что это за бред? нет ветеран СВО на улице Иваново проверил подростка с крашенными волосами это предмет патриотизма и внешнего вида угрожая ему боевым пистолетом в отделе информации общественных связей у МВД по Ивановской области уточнили, что мужчина был задержан у дома по седьмому листу блядь, блядь, блядь прием был обнаружен пистолет марки ТТ изготовлены промышленным способом а также охотничьи патроны нет ага понятно, зажигалка, да ну даже не знаю, что добавить пиздец какой-то блядь ужас вот такое происходит у нас да Стинт там жил где? в Иваново? это город Стинта? серьезно? окей, я не знал нормальный город конечно нормальные там люди обитают так, московская школа так, это что за тренды такие в московских школах у нас происходят, а? короче, что-то тренды какие-то в школах не очень хорошие со стороны учителей вообще, что это, блядь что это вообще такое? что за расизм? алё какого хрена вообще? США в ближайшие часы начнут военные поставки в Украину заявил Байден следующие несколько часов я распоряжусь соответствующим службам чтобы передали ракетной системы и все необходимое оружие в Украину это тоже бывший СВОшник? они возвращаются с самоварами с войны в статусе героя какая жизнь их ждет дальше? государство не будет обеспечивать их лекарствами государство не будет обеспечивать их протезами это государство не будет их обеспечивать даже пандусами Слова Град Слова Град смешного здесь мало на самом деле, ребята ой, бля это пиздец, конечно, бля лютая хуйня я не знаю, какие слова тут подобрать да так, чтобы аккуратно, блядь вот не гоняйте не гоняйте пацаны, да бля сколько таких в итоге возвращается сейчас на родину свою русских инвалидами имеется ввиду бесконечности, да? и спустя время рано или поздно но я все-таки предполагаю к ним придет какое-то понимание того вообще а что они вообще делали? и ради чего, да? потому что так или иначе наступит момент когда государство на них положит огромный болт это случится да, тут далеко за примером ходить не надо ветераны других воин чеченская война там и так далее общался я с такими ветеранами кто воевал в Чечне вы думаете, есть среди них хоть один довольный тем, что происходит как к ним государство относится есть? ни одного я их немного встречал ну, они в основном в такси работают в России там вот они, во-первых, очень агрессивные одно лишнее слово движение он тебя готов нахуй прямо в этой машине застрелить и они вот эти вот у них вот эта вот злоба внутри они, я помню с одним я так ехал блять в такси он был водителем естественно он мне такое там рассказывал он злой говорит вот это государство ебаная блять да я ветеран да я туда-сюда я воевал в Чечне ты знаешь какая у меня пенсия блять ты знаешь и вот это вот сидит мне рассказывает я ему, ну я ему конечно этого не сказал хотел спросить а зачем ты воевать пошел здесь я думаю такая же ситуация будет так всегда происходит забивают хуй можно ли здесь проявлять жалость к таким? ну, лично у меня не получается у меня не получается они знали куда идут может быть я не знаю я не знаю из-за потока той пропаганды которая сейчас происходит они не осознавали чего-то но это их проблемы уже вот пусть теперь с этим проблемами и разбираются сами замминистра обороны РФ Иванова отправили в СИЗО на два месяца причем блять судили прям в форме прям в погонах сидит грустнее ну что самое странное ребят вы знаете за какую сумму его накрыли? типа взятка была 1 миллион рублей вот вы скажите вот вам смешно вот мне смешно какой миллион рублей? что за бред с каких пор за 1 миллион рублей вообще кого-то судят в России особенно такого масштаба блять замминистра обороны РФ за 1 миллион это же вообще смешно ну на такое это же мелочь ну по сути это ну это мелочь такая мелочь блять то есть ну с каких пор Там они миллиардами воруют Миллиардами А тут миллион? Что? Просто у меня складывается ощущение, что это, ну Лишь был повод И все На самом деле там все немного иначе Вот, просто начали там Друг друга немного хавать, скажем так Что-то не поделили или еще что-то Вот, и все Начинают говорить, что там госизмена, возможно, присутствует Еще что-то, короче говоря Вот, хуй его знает На самом деле, это тут надо следить Будем думать, что будет дальше На основании того, что будет происходить Ты 110, 1 миллион это фэк Ибо именно от этой суммы идет крупный размер Ну А я о чем говорю? Чат 110 Это как обычно, бля Как обычно, от миллиона, нет В новостях писали именно, что за миллион рублей А не от миллиона Там не было речи о том, что это от миллиона Там была речь именно, что Взятка в миллион рублей В Днепре задержана женщина, которая пыталась продать Двухлетнего сына за 1 миллион Гривен По данным следствия 19-летняя подозреваемая решила продать Своего двухлетнего сына Якобы мешавшего ей устраивать личную жизнь Она не желала воспитывать и заботиться о ребенке Обнаружив женщину, у которой не было собственных детей Подозреваемая предложила передать ей сына За денежное возграждение в 1 миллион гривен За эти деньги она планировала открыть свой бизнес Ебать, что за бизнес, сука? Бля Бля О, нихуя Ничего себе Бля Нормально Чисто ребенка за 2 ляма Ой, за 2 ляма Двухлетнего ребенка за 1 лям Я в шоке просто За шо? Самое интересное, что покупатель-то нашелся Аааа Это не подставной покупатель? Это реальный покупатель? Реально? А как накрыли тогда? Мне казалось, что это подставной покупатель, да? Иначе странно Зачем ей ребенок двухлетний? Зачем покупать? Как это, бля Вообще работает? Купить ребенка? Как, бля Как ты можешь купить ребенка? Друзья Кто помнит? Органы, бля Что? Фу, ёпт В Даркнете, что, бля Ой, бля Нарушение прав человека в Украине Госдеп США опубликовал свой отчет В отчете перечисляются следующие проблемы С правами человека Речь о подконтрольной Украине территории на конец 23-го года Таааак Насильственные исчезновения Пытки и жестоко бесчеловечное или унижающее достоинство обращения и наказания Суровые и опасные для жизни условия содержания в тюрьме Произвольный арест или задержание Серьезные проблемы с независимостью судебной власти Ограничение свободы выражения мнений В том числе для представителей средств массовой информации Включая насилие или угрозы насилия в отношении журналистов Они с Россией не перепутали Необоснованные аресты или преследования журналистов, а также цензура Ограничение свободы интернета Существенное вмешательство в свободу мирных собраний и ассоциаций Ограничение свободы передвижения Коррупция в правительстве Ограничение свободы объединения работников Что-то они попутали, походу Э, блядь, что такое вообще? То же самое, что и в России, блин Ну, ё-моё Вот так-то, блядь Вот так-то Вот так-то К сожалению, так в Украине сейчас Так, подожди, а за что воюем тогда, блядь? Вот за это? Хе-хе-хе Стоп, нахуй Высосанная из пальца половина пунктов Ну, это не ко мне уже вопросы, блядь А к США Да они что-то там, видимо, высасывают, блин Вот А примеры будут или только пост Непонятно откуда высоротый Так, в смысле непонятно откуда Подожди, подожди Это US Department of State Братан, это Это тебе не просто непонятно откуда Ну, это огромный документ, конечно Как бы, скажем так Вот, поэтому Children Собственно говоря, ещё что-то тут, блядь Тут много чего Вот, Ukraine Переводи Да, я вду Вот, я только что переводы прочитал Это есть, но это не носит настолько массовый характер Как в России Но это есть И если за этим следить То инфа о случаях лежит на поверхности Окей, окей, окей Ну, смотрите у меня там, блядь Аккуратнее Перевод фейк Там у вас всё фейк, блядь, господи Везде и всюду фейк, 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 фейк Фейк, сука Чё фейк-то, блядь? В смысле, какой фейк? Давайте, перевод на русский язык Вот, про пытки здесь пишется Вот Условия содержания в тюрьмах Вот Ничего, это не фейк в итоге Вот, пожалуйста, это не фейк Реально на сайте это и написано Вот, пожалуйста Во, блядь, чё Чё мне тут это рассказывать? Тут более В более подробных, скажем так В подробностях это всё описано Как раз, наверное, с доказательствами Я хз Вот тут какие-то Цитаты, блядь Чё-то в Киеве там было 4 сентября Хм Ну ладно Час-то 10 Не, ну вы, конечно, вообще молодцы У вас всё фейк Всё, что вам не нравится Какая-то новость Вы сразу фейком называете Да Ну выдаю её, бля Яндекс-переводчик фейк Братан, это гугл И тут попался, бля Людям неприятно слышать правду Да я понимаю, шо, бля Я понимаю Ну такую правду-то нужно слышать Нужно Если она реально есть Её надо слышать И как-то решать этот вопрос Понимаете? Ну вот Поэтому не надо игнорировать-то, собственно Реально Павел Дуров изменил своё решение О возможной блокировке Телеграм в России и Украине В феврале 2022 года я предложил ограничить Телеграм-каналы В России и Украине Поскольку они используются для военной пропаганды Однако Как наши украинские, так и российские пользователи Категорически против ограничений Отдавая приоритет Свободе доступа к информации Даже если она предвзята Я поддержал выбор наших пользователей Мы по-прежнему блокируем аккаунты и ботов Которые собирают координаты для нанесения ударов Или публикуют прямую личную информацию С призывами к насилию Мы не хотим, чтобы Телеграм был инструментом насилия Поэтому, пожалуйста, сообщите нам о таких каналах-ботах Если вы их видите Что касается общих новостных пропагандистских каналов Мы получаем официальные письма от Апли В которых указывается, что определенные изменения здесь могут быть неизбежны По крайней мере, для пользователей, заходящих в Телеграм на айфон с украинских сим-карт Чего, блять? Как я объяснил в своем интервью Чтобы оставаться доступным для своих пользователей Телеграм должен учитывать запросы, поступающие из магазинов приложений То есть, подождите Если То есть, получается, если ты заходишь в Телегу на айфоне с украинской сим-карты То у тебя будут недоступны определенные каналы ТГ-каналы В которых есть пропаганда российская, получается То есть, если ты в Украине Использишь Телегу на айфоне Потому что Apple Store То тебе не будет доступен Соловьев Предположим Ну В принципе Окей Сам ТГ Не блокирует А вот местные операторы связи могут блокировать точечно Не, ну в данном случае, как я понимаю Это Apple вообще-то запрашивает такую хуйню И получается, Дуров будет вынужден сам точечно блокировать определенные каналы в ТГ В определенных странах То есть, в данном случае, например, в Украине Потому что В Украине как раз сейчас начали разгонять тему по поводу Телеги Что это Очень плохая штука Ее надо блокать Короче, главное в спальне у деда Не надо блокать Там все нормально В Москве задержан бывший первый зампред правительства Московской области Светлана Какая-то Чиновница подозревается в получении крупной взятки Более 100 миллионов рублей Блядь, да чё там начали всех задерживать-то Я не понимаю У вас в России Шо началось-то, а? Шо началось? Пятерка сделает башню выше, чем у Хесуса Чё, охуел? Короче, на самом деле Это подкладывает Ебать! Я забыл, как называется Пумпидур Или какая-то О, блядь Чё это? И вот так вот делаешь Пумпидур Какой Пумпидур? Пумпидур подкладывается Что за ёбаный пиздец? Бля, может, ебануть У меня будет выше, чем у Хесуса Башки, реально Да я тебе дам Короче, на самом деле Куда ты там собрался? Чё это за чел? Вот это вот Кстати, мне тут Скинули моментик один 36 И мы будем вращать колесо Пока не исключим Да, 71 70 Вот Тому Кому сейчас Вот это вот 71 Вот он уже реально Конкретно заебал Согласна, нет? В настоящее время Бля, он реально Прям Ну Вот когда его показывают Меня прям нахуй иногда Три Три Блядь Трясти Прям начинают Потому что я думаю Блядь, старый Ну Давай уже Нахуй Иди Блядь Ну Дай кто-нибудь Выиграет Там Не знаю Вот Кому там Он может 42 Там Пусть он Не поняли что ли? Куда Ты Бля Уже Просто Заткнись Нахуй И все Блядь Не разговаривай Блядь Мне надо Уточнить Один вопрос Я скажу Какой бы я бы хотел Взорвать Помните мы смотрели Видосы Мистера Биста Где там Номер Это возраст Какой квадрат Я бы хотел Взорвать Шо это там Ой Шо это там Да Вот Что-то между Семью Десятью И Семью Десятью Двумя Блядь Байден Да Да Там Марго Сравнил Тебя С Арестовичем Ебать Кого Я Что Блядь Это В каком Месте Я Арестович Это Как Вообще Это Как Вообще Так Можно Было Сравнить Пьяный Маргинал Поет Сигма Кого Блядь Пьяный Я Тролль Я Сигма Крутой Я Сигма 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 Я Сигма Крутой Я Сигма 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 Блядь Он реально Пьяный Что Ли Или Что Это Такое Вообще Блядь Что Это Такое Вообще Он В Жмеля Превращается Он Теперь Пьяный За Какие Крупные Донаты Выполняет Действия Определенные Или Что Или Это Бесплатно Было Он Вонючка Вонючий Да Блядь Не знаю Я Не могу На Это Однозначно Ответить Понимаете Типа Потому Что Я К самому Стасу Нормально Отношусь Ну Мне Точно Не Нравится То есть Соловьев Мое Мнение Это Не Та Площадка Где Ему Прям Нужно Вещать С Другой Стороны Блядь Его Же Ютуб Реально Везде Опрокинул Площадки Нихуя Я понимаю Как У Людей Понимаете Начнем С этого Ребят У Людей Разное Мне Не Бывает Я Вообще Как Это Вообще Поебать В этом Плане То есть Как Б Я Как Б И Там Ну Не знаю Какой Ниберал Либо Человек Который За Другую Сторон Топит Я Все В принципе Ну Все Позиции Жую Реально То есть Выслушай Человека Его Позиция Мне С кайфом Я Все Принимаю То есть У меня Конкретно Ну По поводу Политики Отношений Никакой Нет Ну Ну Или Просто Похуй Да Ну Вот Что Касается Вот Стаса У него Есть Своя Позиция Видите Он Который Яро Отстаивает И Ну Я Верю В то Что Он Деньги Никакие Раньше Не считая Соловьева Государство Не получает Что Это Реально Его Позиция Как Меня Это Не касается Наверное Никак Вот Но Соловьев Не скажу Что Это Лучшая Площадка Конечно Ну Делай Его Охули Блядь Я же Блядь Не мама Ему Чтобы Говорить Что Ему Надо Делать Что Нет Короче Понятно Центрист Значится Центризм Так Называемый Может быть И где-то Уместен Но В данной Ситуации Это Хуй Знает Центрист Больше На лицемерие Похож Знаете Или Попытка Типу Сидеться На всех Стульях Вот Собрать Вокруг Себя С двух Сторон Людей Соответственно И получить Как можно Больше Что Что значит Центрист Как Типа Мы о чем Говорим Мы же говорим О войне Соответственно Да Как ты можешь Быть по центру Этого всего Непонятно Стример Зетник Да конечно Я зетник Да Ну ты Или как бы Или ты Как бы С той стороны Или с другой Стороны Ты не можешь Ставить по центру Всего подобного Всего происходящего Ну как Ну каким образом Боже Лицемерие Смахивает И все Такая позиция Попытка угодить Всем Хотя По итогу Бывает Часто так Что если ты Центрист То ты Не угождаешь Никому Ни той Ни другой Стороне Вот Или так или иначе Все равно Принимаешь Какую-то сторону Так или иначе Все равно Говоришь Центрист Скорее всего Пиздишь Просто Вот и все Так или иначе Есть у тебя уже Какая-то определенная Позиция Которую ты принял Все Так или иначе А США А США А США А США Тут есть Человечина Юца А США А США А США А США